Здравствуйте, я запущу, собственно, этот экстеншн. Меня зовут Вячеслав, и за эти два дня мы с ребятами провели небольшое изобилити исследование, в котором мы видели, что история, которая показывается в хроме, она как бы очень неудобна и в принципе в использовании. И решили написать небольшой экстеншн. Вот, в принципе, сегодня с 10 утра и вот до 3 сделали это. Вот, он называется History Plus, вы его можете видеть на экране. Как видно, хорошо? Да, это он есть. Вся фишка в том, что тут есть история упорядочена по... Ну, то есть, как, в принципе, мы посмотрели в Firefox. Это сегодня, вчера, день перед вчера и дальше идет последняя неделя, месяц. Ну, то есть, последняя неделя, 3 месяца и за все время. Да, понятно, понятно. Это стандартный подход. Да, последние 3 дня раскрыты сразу при открытии истории. Вот, мы можем видеть, можно удалить в истории что-то. Насчет того, что... Сейчас я дальше продолжу небольшую вставочку. Экстеншены такие мы уже видели, естественно, нам прислали, собственно, аналоги. Мы на них посмотрели, но, как бы, там нету всех тех функций, которые мы в итоге реализовали. И они показались, ну, неудобными. Изменяли, в частности, интерфейс стандартной истории. Вот, что, как бы, смущало нас. В итоге наши функции, которые реализованы, ну, это группировка по времени, собственно, Similar Results. То есть, удаляются одинаковые... Вот, видите, птичку удаляются одинаковые... То есть, вхождение в историю с одинаковыми заголовками. Вот, ее можно отключить, если... И мы можем видеть, что, вот, подряд идет несколько страниц, Gmail, вот, в частности. Как бы, это ухудшает просмотр истории. Если это кому-то не нравится, его можно отключить. Вот, мы видим, что оно собирается, это все. Дальше сделали живой поиск мы. Вот, в стандартной истории нужно нажимать кнопочку Search History. Вот, и у нас есть, ну, можно задать параметры для поиска, с какой-то, по какую-то дату, можно задать вот такой календарик. Вот, и можно включить поиск стандартный. Вот, то есть, он как бы ищет немного по-другому, если вам видно. У нас он реализован, он ищет по названию, ну, заголовку страницы и по ссылке по URL. Вот, так же есть кнопочка Клея Хисторик, которая открывает в параметрах очистку истории. Да, ну, естественно, я сказал уже, удаление, вхождение, заголовка какого-либо. Понятно, но если бы закончили, у нас еще несколько комментариев есть. Да, да, я хотел бы еще сказать, что выложил, оно есть в маркете уже под названием History+. Вот, мы ждем отзывов, собственно, от пользователей. Вот, как бы все. На, кстати, один разработчик из Санкт-Петербурга из Росстелова поставите, не понятно, как не будет. Что же непонятного? А мы поставили вам завершение сегодня. Да, есть пожелание, соответственно, из Питера, пожалуйста, напишите в описании к вашему приложению вебстория, что это за приложение, какую проблему, собственно говоря, оно решает, чтобы это было понятно. И как снимать лодок, хорошо? А что непонятного, собственно, сейчас в работе? Нет, нам-то понятно. Вы сейчас нам потратили где-то 5 или 7 минут, чтобы объяснить это группе разработчиков. Когда ты смотришь, скачиваешь его и смотришь в названии группы, это, может быть, непонятно. Да, это я потратил 2,5 минуты и в History+, вот сейчас я открываю, собственно, там есть описание на английском языке. Дим, а вы куда-то отставляете? А, ну, наверное, когда Дима Ставилова, еще не было, может, описание. Да нет, ну вот оно есть, описание, я, собственно, отрабатываю. Ну, наверное, да. Ну, конечно, ладно, если есть, то есть. Вопросов нет, тогда. Вот. У меня есть комментарий по поводу этого расширения. С одной стороны, идея действительно хорошая, потому что в History это всегда болезненная проблема. Мне кажется, что в дополнение к тому, что вы уже сделали, много здорово объединиться с ребятами из Питера, которые показывали, ну, представляли в History в месте некого дерева майндмэпа, потому что и ваша идея, и их идея, собравшись вместе, могли бы быть действительно очень полезным предложением, возможно, даже от таких, которые люди готовы были бы даже купить. Да, ну, собственно, если вы напишите в чат сейчас какие-то координаты, мы бы с удовольствием с ними в частном порядке пообщались. Чат сейчас какой-то координаты можно расшарить? Кой, ты можешь мне дать координатных киперах, которые делали на одинаковых киперах? Я поиск, там чат. Чат, дадите, минуточку. Да, да, конечно. Контакт. Нет. Напишу нет. А, да, зашему. Типа? Давай, только выход. Депрела. Бисточек? ВВР, так? Да, хорошо. Вот, собственно, джебелый, ребята. Да, хорошо, спасибо. Пискинер. Хим Хуэн. Все? Хим Хуэн. Из них повинно утекать. Из них повинно утекать. А, да, точно. Мы же делаем так же самое. У нас группы, мы можем поделить кистальный экстеншн в группе. И тогда письма идут. И тогда можно попасть на кровати. На ту же самую группу идут письмо. Там группа, потом дефис, потом дефис ставится, потом текст. И тогда вы можете открывать сообщения и открывать эту тематику, входящую на кружку в группу. Ребят, у нас из Питера больше вопросов, по-моему, нет? Нету. Москва, у вас вопросы есть из Питера? Нету. Киеву, ребят, обратите. Москва есть. Какой ответ? Понятно. Вы нажили? Да. У нас еще н человек. А и нам на чехол? Н минус один. Такой шестер. Понятно. Киев, большое спасибо за проект. Давайте следующее. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ